Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в официальный World of Warcraft Легион! И сегодня наш путь лежит в Силитус! Нашим союзникам из круга Кенария требуется помощь в их борьбе с сумеречным молотом в Силитусе. Начинаем задание. Дюны Силитуса, сообщите о своем прибытии призывательницы ветров Гордый Рок в крепости Кенария, что в Силитусе. О, тут уже, конечно, атмосфера пошла жесткая. Уже сразу видно песчаные бури, песок в глаза, пыль, жаркое солнце. Да, конечно, будет эпично. Вообще, локация чем-то похожа на кадры из фильма «Звездная пехота», либо, как еще, «Звездный десант» называют. Вот, помните там, где чуваки с пулеметами дрались против арахнидов? И, кстати, вот эти силенки, они и похожи чем-то на арахнидов. И вот, вот эта локация Силитуса, она похожа на планету, я не помню, как называлась, куда они там высадились и воевали против этих насекомых. Чем-то отдаленно похожа, возможно, даже отсылка какая-нибудь. Ну да ладно. Так, что, берем задание, доска, объявление, розыск. Смертехват, гроза пустыни. Согласно по всеми сведениям, ужасный скорпион, смертный хват, отступи. Так, все понятно, один с косарей опыта, неплохо. Так, вот этот, призывательница, ветров гордый рог. Добро пожаловать в крепость Кенария Путник. Кстати, ее не разбомбили, ничего не сделали, все отлично. Убейте 15 землечерпов, землечерпу по поручению, ага, червячков завалить. Сразу же надо региться у птичника, это обязательно, как только приходите. Ну да понятно, это аксиома. А тут ничего не изменилось. Крепость Кенария. Берем квестики, ты-ты-ты-ты-ты. Так, принесите 10 зашифрованных сумочных текстов. Это, по-моему, с хуманоидов выбивать, я помню, листочки. Убейте 10 геолордов из культа Сумречного Молота. О-о-о, пошла жара. Поговорите с генералом Кирикой в лагере Орды рядом с лагерем Орды. Да-да-да, вот здесь он. А, так тут, в принципе, ничего, я так понял, и не изменилось. Так, это что за... О, портал, кстати. Как он, выжженные земли, как это лкаться называется. Так, что ты, гоблин, хочешь? Бетиса Шаткобрус. К твоим услугам. Мой кузен Огл зарабатывает на жизнь, продавая алхимикам из крепости Кенаре редкие травы. Принесите Бетиса Шаткобрус из крепости Кенаре 8 жал камнехвостых скорпидов, 8 клубов печенок оку. Все, я понял. Гоблины, конечно, они молодцы такие, они проворливые, проворливые. Мутят всякие движухи, продают что-то такие барыги, реально топовые барыги, гоблины. Гномы не такие. Ну что, погнали тогда, ёлки-палки. Смертельный яд и говночерпье. Ну что, понеслась жара. Гасим всяких силенков, сразу ныряем, не стесняемся. Даем раскрутку. Кстати, вот мне нравится слово раскрутка, знаете, внедриться в толпу и дать раскрутку. Вот этим тоже жукам не даем пощады. Так, элементали. Клык песчаного паука. Быстро лапом. На самом деле, вот огромную работу делают, знаете, кто? Локализаторы. Это вот надо передать самому атмосферу перевода, а не облажаться. Это довольно сложная работа. И даже в тех роликах, где вот в том же трейлере последнем, Battle for Azeroth, как вот грамотно надо передать интонацию, озвучки, тембор речи, манеру, настроение. Это реально сложная работа. Но здорово вышло. Вот тоже Крик Сильваны за Орду. Как актрисе надо было передать, чтобы не хуже было оригинала. Понятно, оригинал он будет оригиналом, но всё же. Умирают так, конечно. Стрёмные эти жуки. И вообще, вот заметьте, ролики, вот эти те же Близзардские трейлеры. Смотрите, как там всяких мелких детализаций. Вот в том же ролике, вспомните, в Лич Кинге. Там, когда снег идёт, снежинки вот эти. Каждую, я не знаю, как они там вручную это вырисовывают или что. Или программы как-то рандомно делают. Но всё же, вот заметьте, там волосинки вот эти вот на ветру колышутся у Артаса. Это, конечно, видите, каждой надо придать движение грамотное, физику и так далее. И когда ветер там тоже раздувает снег, а меч он вторгнул в эту льдину, как вот грамотно надо сделать, что снег развеивается. Это тоже огромный такой труд. Вот меня всегда прикалывало, вот, допустим, в Танайсе, в том же Селитусе, вот видите, останки каких-то существ громадных. Это, видите, это вообще он, наверное, это одно и то же существо, это позвоночник его, мне так кажется. Охренеть он. Да какие, блин, ходили тут на пол-локации мутанты всякие. Жесть, что они тут делали. Не, ну опять же, это же как бы игра условно, но всё же. Или металли. Короче, всех агрим, кого видим, не стесняюсь. Мутант и так. И прыжком, прыжком сюда. Опа, всё, даем. Ооо, зарядили по мне. Всё, даем раскрутку. И в закрутке. Хорош. Ну что, можно и с сумеречным молотом посражаться немножко. Там что-то выбить с них надо. Так, есть одна страничка, одна из десяти, кстати. А лут-то такой, не особо-то и падают они. Где-то из семерых я убил, упала страничка. Ё-моё. Так, червяки сделали, пауки и скорпионы сделаны. Сейчас поеду разбираться геологи из культа сумеречного молота. Кстати, я вообще любитель вот поделать квестики и потом сдать. Я вот мимо проеду, мимо крепости Кенари. Вот эти все сделаю и потом уже все сдам. И такой кайф, когда все квесты сдаёшь. Так, вот ещё один лагерь сумеречного молота. Сумеречный лагерь, так и называется. Что-то тут всех подбрили, что ли? Не, он ходит. О, геолог. Блин, и тролли. Вот сволочи. Так, всё, полетели. Тут и обычные воители. Прикольно, с двумя молотками так и ходит. Два орка. Так, ещё один пацан. Опа! Прыжок. Всё, раздербаниваю. Просто лагерь соло вырезаем, да и всё, не паримся даже. Вообще, не надо париться. Вот, собираем, собираем толпу. Чержаемся. Даем раскруточку. Опа! Ещё раз. Их закутан уже. Всё, троих. Записочка. Нормально. Семеновичный призыватель. Давайте завалим. Ой-ой-ой, кастует. Фаерболк. Как же так? Так, нам геологов надо. Геолог, иди сюда. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, кастует. Низбук каст. Ой, он что, убегает? Пускай убегает топором ему. Ха! Плечи. Ну всё, разобрались с умречным молотом. И можно навестить генерала Кирика. Поговорите с генералом Кирикой в лагере Орды, рядом с Улим Регал. Погнали. О, ещё какой-то квестик розыск. Ну, это потом. Там крутого Скорпа надо завалить. Который дебоширит в Селитусе. Так, вон виднеются палатки, чистокол. Знамя, штандарты Орды. Так, всё, едем. Отлично. Коробки какие-то. Вот там новобранцы стоят. Весело тут у них. Чё, тролли одни, да? Ну да. Практически. Добрый оху. Так, с кем тут побакланить можно? О, Скорпион зашёл в лагерь. А, тёлку вообще. Сражайся с честью. Квест. Я ещё мелкий для вас. Надеюсь. О, 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 о. Чё это такое? Мне нужна цель. Принять. Что-то у вас тут беспорядок творится в лагере. А, прикольно, вот лагерь, такой костерок. Кстати, а кто за костром следит? Никого нет, во всем насрать. Ну, какие-то девчонки, всем пофиг. Эх, ладно. А, ну, Скорпа можно завалить, съездить. Да, это обязательно. Розы, смертихват, гроза, пустыни. Мне вот ещё прикалывают вот эти камни или какие-то, алмазы. Минералы летают. Тоже так необычно. Некая такая гравитация нарушена, гравитационная воронка, видите. Немножко притяжение не работает. А вот и он. Элита. Насрать вообще. Элита, не элита. Это всё изи берётся. Всё. Клешню содрал. Можно, в принципе, тпшнуться. Чё время терять? Полчаса кд. Да. Так, погнали, сдавайся, гоблинши. Что она там книги читает какие-то? Сдаём. Так, дальше. Принесите Бетиси Шаткобрус. Здесь крепость не кидает, лежала ко мне хвост и крышни видов. Короче, следующая цепочка. Берём. Так, вот этому друиду сдаём. 20 семенных сокрушителей. Так. Убейте 20 семенных сокрушителей по поручению призывательницы Витру. Хорошо. Дальше прыгаем. Вот ещё два квеста. Тауренчики. Мир тебе. Опа. Убейте Вайрала подлого и заберите его перстень. Печать. Свети шо? Ой! Сорян, сорян! Ааа! Так, убейте Вайрала подлого и заберите его перстень. Печатку. Мы обнаружили ещё одну базу сумеречного молота. Она зовётся Сумеречная пещера. Находится в северо-восточной части Селитуса. Говорят, что в Сумеречной пещере можно насмотреть с таких ужасов, что век не забудешь. Ну, сейчас позырим, что там творится. Ну что, входим в пещеру. Сумеречная пещера. Что тут стрёмного? Ну, черепа и чё. Это уже видели мы много раз. Ничего страшного. Гномик стоит. Гномик вообще не страшно. Даже смешно. Не, вообще отстой. Ни граммы не страшны. Так, вот, наконец. Появился он тут. Завалили. Всё, взяли печать. Отлично. Вот, видите, разоритель из Улья Зора. Вот они очень похожи на Рахнидов. Да, вот, с фильма. Звездные самки, звездная пехота. По-разному переводы были. Точно, точно такой же. Вот эти клешни такие, зубы, вот эта пасть. Жвалы, вот непонятно. Весёлое существо, конечно. Так, тут мне квест дали. Дорожайшая Наталия. Допросите Франкала и Рудгара в лагере Бронзоборода о местонахождении Наталии Мар-Алит. Моя милая Наталия пропала. Честно говоря, в последние недели перед исчезновением она довольно странно вела себя. Я несколько раз видел, как она говорила сама с собой. При этом Наталия уверяла, что всё в порядке. Ей необходимо продолжать исследование. Короче, допросить бомжей надо. Так. Рудгар. Вот он. Привет, Рудгар. Командир отправил меня сюда разузнать хоть что-нибудь о его пропавшей жене. У, женка пропала. Живая Наталия мертва, я должен выполнить свой долг. Её нужно найти. Увы, я не имею права покинуть этот форт. Придёшь ли ты мне на помощь, углубь? Ну, приду уже, ёлки-палки. Найдите любимого командира Мар-Алита из крепости Кенари в Селитусе. Та-та-та-та. Причём отправиться в Улья не забудь погорить дворфами из лагеря Бронзоборода. Они могут дать пару советов. А какие советы? Идёшь и прорываешься. Нафиг мне. Добудьте мозг Селитида. Я помню это. Видите, опять же, вот, повторяется история. Я пойду на разборки, и эти такие тоже, типа, на подсосах, чтобы я там под легкий шумок тоже, типа, знаете, по пути, чтобы сделал, чтобы два раза не ходить. Так, при помощи копирующего устройства геолога получите отчиск покрытого письменами кристалл из Улья Регава. Давайте, вы не... Вот эта пещера, блин, жёсткая. Интересно, тут как бы слизь такая, или как вот она? Видите, графика всё-таки она... Ой, ё-моё, не передаёт всем. Ну, я думаю... Тут гад какая-то. Так, всё, мозг нет. Погнали. Внедряемся. Слишком далеко. Да всех агрим, давай! Все на меня. Даём раскрутку. Всё. Так, давайте всех, всех в одну кучу собираем. Сколько у вас трое? А, вон, ещё четвёртый. Погнали. Есть, левел. 57-й левел. Так, квестик. Так, следующее задание. Отнесите табличку к отшельнику. О, смотрите, как он тут хорошо устроился в пещере. Что-то у него мебели нет, факелов растаял, и всё. Даже он что-то перевязан. Что тебе угодно. Ты же дезертир, походу. Ты, как ты меня нашёл? Кто-то за тобой не следят. Говори. Итак, вот тебе таблица. Вижу, ты не понаслышке знаешь о моей бывшей организации. Должна быть ты из крепости Кенари. Тебе нужна информация для борьбы с сумречным молотом? Подойди ближе. Может быть, мы сможем помочь друг другу. Гад предал сумречным молотом. О, ачивочка! Задание в Силитусе. Выполнено. Всего хорошего. Сумречный молот не прощает тех, кто покидает его ряды. Они охотятся за мной, словно за диким зверем. Излишне говорить, что их враги мои друзья. Так. Принесите три главы сумречного словаря отшельнику Артеллу из Силитуса. Я понял. Короче, они хотят расшифровать эти таблички. С хранителями я уже сталкивался. Они тут патрулируют, ходят. Вот когда я бил таблички геологов, вот они там тоже вместе крутились. Там три хранителя. В принципе, несложно будет найти их и забрать словари. Сдаем ему словари. Опа! Ура! Вот они все части книги. Приступим углу. Замените каждое третье слово словами из второй главы. Потом заменить каждое второе слово словами из первой главы. Стоп, я что-то путаю. Вот, блин. Отнесите переписанность таблички расшифрованных текстов командиру Моролиту. А, у меня тпшка есть. Так, принесите 10 шифровых сумречных текстов отшельнику Артеллу. До скорой встречи. Айоа майоа. Так, отдаем расшифрованный текст. Очень интересные сведения вокруг. Они их проливают свет на деятельность умничного молота в Селитусе. И, несомненно, помогут бороться с этой сектой. Вот тебе награда за твои труды. 8800 опыта маловато. Я тут потею, блин. Они... Так, друзья. Ну что, квест у меня идет. Выжженные земли. Клич предводительницы. Поговорите с Акрилой в форте Молота Ужаса в Выжженных Землях. Наш досточтимая представительница Акрила направила меня в дальние уголки света на поиски истинных героев. Готовы бороться за наше дело. Готов ли ты оказать помощь в расширении владений Орды в Восточных Королевствах? Тогда зайди в этот портал, чтобы попасть в выжженные земли. После чего найди Акрилу в форте Молота Ужаса. Ну что ж, ныряем! Убейте душители из клана Молота Ужаса в форте Молота Ужаса. А, душители уже убили. Что тут происходит? Огры, орки патрулируют. О, все уже. Чувствуется тут нормальный такой замес, замечается. И самое главное, естественно, птичник. Ну вот и все, друзья. 58-й левел. Можно уже идти искать приключения на свою жопу в Запределье. Так что, друзья, уже в следующей серии мы увидимся за порталом тьмы! Орды орков побеждены. От обедоносной армии союзников стоят у врат зла, которое перенесли орков в Азарод. И воззвали любви их союзники к помощи архимага Хадгара, чтобы он выпустил силы земли и небес и обрушил их на портал и уничтожил его раз и навсегда. И когда потух ослепительный свет, зарево прокатилось по черной кресине, хотя квартал и был уничтожен, канал, влияющий войной перед во мира, остался цел. Субтитры создавал DimaTorzok